Тема очень интересная, не работать, но богатеть, чего хочет современная российская молодежь. И буквально через несколько минут к нам присоединится руководитель аппарата Молодежной общественной палаты Алексей Карпенко. Ну а пока, Лен, чем навеяна такая тема и какие у тебя соображения относительно нее? Ну вот то, к чему устремлено сейчас нынешнее поколение молодежи, в том числе и в экономическом смысле, в какой-то мере отражает будущее нашей страны. Потому что те люди, которые вот сейчас в процессе возросления, они во многом будут определять то, где мы будем жить через, допустим, лет 15-20 и так далее. Поэтому крайне важно, чем они сейчас живут, какие у них устремления, кем они хотят быть, кем они стараются быть, какой у них вообще, как они смотрят на жизнь, вообще хотят ли чего-то, потому что, ну, есть такое мнение, что, в общем-то, молодое поколение, ну, как это, как у нас водится, вот мы-то в их годы бамы строили и все такое, а они там сидят в телефончиках. Да, проблема между поколениями, безусловно. Но, тем не менее, тенденция эта тревожная налицо, иначе об этом бы не говорили, что вот эта вот некая инфантильность, которая присутствует, значит, да, у молодых людей, привыкших, да, что денюжки есть. Ну, опять же, не все, но, тем не менее, доставаться деньги должны легко, желательно через интернет, вот, стрим, да, и так далее, и тому подобное. Донаты собирать, то есть, не делая ничего, приобретать, значит, какие-то блага. Это все присутствует. Да, но есть еще одна тенденция, то есть, вот, даже социологические исследования это подтверждают, что молодежь более легко относится к работе, то есть, они чаще, чем предыдущие поколения в их возрасте, меняют места работы, то есть, вот, и во многих случаях... А с чем это связано, Лена, вот ты как зам редактора отдела экономики? С тем, что в стране ситуация лучше, и работы много, и можно себя попробовать и там, и там, и там, или, опять же, о чем я говорю, с инфантильностью? Насчет ситуации лучше, как-то вот это вызывает некоторые сомнения, потому что, в принципе... То есть, люди просто не совсем определились в жизни и скачут голопом по Европам. Так получается. То есть, вполне возможно, что они все еще ищут себя, ищут вот таким образом, но тут, конечно, лучше бы сами представители молодежи что-то о себе сказали, и, я так понимаю, у нас есть такая возможность. Ну да, я и даже я, представитель молодежи, мне совсем немного лет, но обо мне чуть попозже. У нас на прямой связи руководитель аппарата Молодежной общественной палаты Алексей Карпенко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Взаимно. Мы обсуждаем... Спасибо. Да, мы обсуждаем устремление современной российской молодежи не работать, но богатеть. Вот такой бич современной молодежи, об этом считают, наверное, ну так считают социологи, в любом случае, экономисты. Вы разделяете это мнение или нет? Или это миф. Или это миф. Ну, я бы так не сказал, если честно, потому что и сам бизнес молодеет очень сильно, и даже тоже там Форс активно, и другие журналы, издания стали публиковать в последнее время, именно делая акцент именно на молодых людях. Ну, молодые, это сколько лет? Ну, это от 20 до 35, вот в этом диапазоне, или даже младше. С учетом развития интернета, таких каналов, как там YouTube, Instagram и так далее, у молодых людей появилось достаточно в раннем возрасте возможность зарабатывать деньги. Вы посмотрите, сколько блогеров, которые... Вот о чем мы речь, Алексей, я прошу прощения, что вас перебиваю, но о чем мы речь. Понимаете, вот этот инфантильный подход к бизнесу, то есть не по Марксу условно создать нечто, да, какое-нибудь, или там по Максу Веберу, создать какое-нибудь предприятие, начать что-то производить, вкладывать, а завести блог или Instagram-канал, выкладывать фотографии, болтать что-нибудь в прямом эфире, и чтобы тебе за это денежки платили, что-нибудь рекламируя попутно. Вот именно если это мы обсуждаем, то, ну, простите, какой же это бизнес? Слушайте, ну, это веление времени, тот же самый, там, все крупные компании, корпорации сейчас, которые выходят, они же, по сути, это не создать что-то, а объединить аудиторию. Ну, здрасте, неправда, неправда, это, безусловно, создать, это, безусловно, продукт, в котором нуждаются люди. Люди, несмотря на то, что у них появилось подключение к интернету, все равно нуждаются в мыле, в шампуне, в еде в какой-то, в сырье и так далее. Ну, это я согласен с вами, это, наверное, такие, там, традиционные вещи, которые... Ну, конечно, а молодежь-то хочет фотки постить, понимаете, а не продукт производить. Да, молодежь ищет себя, и молодежь пытается себя реализовать там, где вход максимально минимизирован в бизнес, тот же самый. И те же каналы, которые я привел в пример, они это позволяют сделать, то есть человеку нужно инвестировать большие деньги, чтобы там создать продукт, у него его просто нет. Он пытается заработать там, где он может заработать, при тех условиях, которые у него сейчас существуют. Окей, спасибо большое, это был руководитель аппарата молодежно-общественной палаты Алексей Карпенко, а к нам только что присоединился первый проректор Высшей школы экономики Вадим Радаев. Вадим Валерьевич, мы рады вас приветствовать. Да, здравствуйте, здравствуйте, сори за опоздание. Ничего страшного, мы понимаем. Да, мы рады, что вам все-таки удалось справиться. Да, это было непросто. Чуть-чуть можно так вот поближе послышать, не только мы, но и наши радиослушатели. Вадим Валерьевич, ну вы успели прослушать последние, да, там вот несколько фраз, они, как мне кажется, исчерпывающие. Вот господин Карпенко считает, что молодежь нынче очень деятельная, они бизнесмены, они ударники труда и, в общем-то, хотят развиваться, а не легких денег. Вы разделяете такой подход или нет? Ну смотрите, в 90-е годы легко было взлететь, да, а сейчас у нас уже до 2010-е многое устаканилось, да, и взлететь быстро, если ты входишь в большие организации, в известные фирмы, уже сложно, нужно начинать где-то снизу, да, движение, а это длинный путь. А у молодежи, понятное дело, амбиции. Ну, у молодежи всегда амбиция, а у нынешней молодежи амбиции, видимо, больше, чем в прежних поколениях. И вот это долго карабкаться по лестницам, вот эти, снизу, доверху, действительно, многим кажется обременительным. И поэтому, да, наблюдается какая-то повышенная склонность к тому, чтобы действительно свое дело какое-то сделать. А дальше коллега прав, ведь в любой бизнес уже, значит, рынки тоже все как-то сформировались, более или менее. И можно войти туда и как-то хотя бы взлететь, да, только там, где низкие издержки входа. Вот об этом я на этом моменте-то и вошел, я согласен. Потому что там, где большие вложения нужны, ну, просто финансовые и так далее, то откуда их взять, это сложно. А вот то, что, ну, и в ваших исследованиях тоже отмечалось, что вот это вот последнее поколение, ну, даже миллениалы, да, и более, очень склонны чаще менять места работы, чем более, ну, скажем так, предыдущие поколения. То есть как раз вот очень часто это связывает с тем, что молодежь там, она ищет где полегче, более инфантильно, там, так далее. Так ли это? Тут даже не в этом дело, понимаете, различие очень велико здесь с предшествующим поколением, с моим и даже более поздними поколениями, ведь у нас как было? Была колея или, ну, или несколько, да, две-три колеи. Ты мог выбрать одну колею, вторую или третью, а дальше мы упирались и по этой колее шпарили, вот, достигая каких-то там успехов. А сейчас, а сейчас эта колея отсутствует, куча возможностей. Ты выбираешь одну возможность и видишь рядом еще десять, а там еще десять, и тебе кажется, что ты все время что-то упускаешь. Поэтому они... И, наверное, не совсем развит институт вот именно профориентации в России. Ну, да, тут как вот сориентируешься? Если у вас тысяча возможностей, как вас тут сориентируешься? Тебе кажется, что вот и здесь ты это можешь, и это можешь, и это можешь. Вот, и поэтому сейчас говорят, что молодежь вот там прокрастинирует, в смысле, откладывает выход на рынки труда, а дальше откладывает вот какую-то постоянную... То есть они не очень там лояльны одной и той же организации и так далее. Потому что они все продолжают искать. Они продолжают перебирать возможности. Да, Вадим Валерьевич, вы как бы ответили на этот вопрос? Ну, вот про «хочу быть богатым». Да, конечно, молодежь хочет зарабатывать. Вот нет такого, что там какое-то явное бессеремничество. Да, люди хотят иметь приличные деньги, но... Вот нет такого прямо с того, чтобы все упирались, вот хочу денег, 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 денег. Важно другое, что вместе, подчеркиваю, вместе с деньгами хочется еще делать что-то значимое. Что-то не просто даже интересное. Самореализовываться, конечно. Да, а делать что-то значимое. И для себя, ну и не побоимся сказать, там, для других, для общества. Такой вот вклад какой-то вносить. А вместе с этим и деньги. И поэтому речь не о том, что там лентяи сидят, плюют в потолок и мечтают о чем-то. Вот. И даже и не о мечтаниях дела, а то, что продолжают искать. Не могут остановиться, перебирая вот эти возможности. И, опять же, мы с вами говорили, думают ли они, планируют ли они свое будущее там на иное количество лет. Боюсь, что нет. Это мы и так планировали. А может быть это связано с общей экономической ситуацией в стране? Вот, например, если сравнивать там со скандинавскими странами, где люди могут играть в долгую, понимая, что завтра не будет революции или какого-нибудь обвала валюты и так далее. А у нас в стране вот побыстрее бы хапнуть, потому что не факт, что завтра все будет так же прекрасно. Может быть вот с этим связано то, что люди не понимают? Ну, во-первых, эти времена прошли, когда можно было там быстро хапнуть и так далее. Кажется, все это уже понимают. Во-вторых, эти явления, которые вот с молодежью происходят, с миллениалами, они вообще... Но рубль вон как скачет. Слушайте, все равно, везде перетурбации какие-то есть, но это вещь глобальная. Это вещь глобальная. Вот. И они уже не планируют свою жизнь в долгую. Я раньше удивлялся, спрашивал своих молодых коллег, студенты, аспиранты и так далее, мои коллеги, что вы будете делать через два года? Раз и ступор какой-то, за меня непонятный. А через год? Нет. Они все продолжают искать. Это как сейчас есть мода не покупать свое жилье, а снимать. Даже вот когда деньги есть, а зачем мне в одном месте укореняться? Вот еще один прекрасный пример. Потому что мы не решили, вот раньше мы шали, вот я буду жить здесь, да, и через пять лет я достигну того, и сего, и пятого, десятого. А они через два года могут сняться и куда-нибудь уехать. В Петербург, например. Поэтому, да, у вас хороший пример, да. Поэтому, не потому что еще у кого-то и денег нет на то, чтобы там купить, да, но и действительно, зачем приобретать и обременять все это. Очень много дорогих соблазнов, а вот действительно, и, кстати, масс-медиа и прочее, а это же все глянец, это же пропаганда идет бешеная. Я напомню вам слова из песни известного рэпера Тимоти. Деньги падают с небес, тебе нравится, помоги мне прямо сейчас от них избавиться. То есть вот навязывается то, что деньги должны падать с небес, они должны, человек не должен впахивать, как собака ежедневно. А они вот с небес упали, и тебе нравится. Вот очень важный момент, вот те, кого мы называем миллениалы, вот это молодые и взрослые, это не нынешние школьники, молодые и взрослые, это студенты и старшие. Они, очень важно, когда люди взрослели, а никогда не родились. Родились они там в середине 80-х, 90-х, а входили в жизни в 2000-е. А, между прочим, это был самый лучший в экономическом отношении период. И им, в общем, начали объяснять, что всё на самом деле хорошо, во-первых. Во-вторых, вы лучшие, вы способные, вы талантливые, и мир принадлежит вам. А вдобавок ещё в этом мире куча возможностей. И это можно взять, и это можно взять здесь и сейчас. Но потом ты выходишь в этот мир там, и выясняется, что всё не так просто, конечно. И вот прямо вот здесь и сейчас это взять не удаётся, но начинаются понятные фрустрации. И это тебя начинает не удовлетворять, и другое. А вот ещё, опять же, да, вот ещё семь возможностей других. И, может быть, там можно вот сразу получить и деньги. Потому что, да, много дорогих соблазнов, вы сказали. Для этого нужны деньги. Но деньги не самоцель. Ну, естественно, да. Самореализация – это термин, подразумевающий гораздо более широкий спектр всего. Совершенно верно. Лентяи, я напоминаю, которые ничего не хотят делать, наши молодые люди. 637-6519, код Москвы 495. Или это юные мечтатели, которые своё возьмут. 637-6518. У меня вот ещё одна такая идея. Не знаю, поддержите или нет. Всё-таки я сам молодой человек и сам аспирант. Ещё среди своих сверстников вижу вот это стремление к лёгкости, к облегчению работы и получению от этого максимума прибыли. А может быть, это и неплохо. Ведь прогрессом мы обязаны как раз-таки лень и желанию сделать свою жизнь комфортнее. Там пульт от телевизора изобрели, чтобы не вставать лишний раз и так далее. Может, надо поощрять это? Другой хороший вопрос. Здесь важное очень изменение. Мы, вот эти самые прежние уходящие поколения, у нас много недостатков, но у нас было такое качество, которое называлось трудоголизм. Я не знаю, плюс это или минус. Ну, да, вот мы упирались, мы трудоголики. А сейчас мы этого особо не видим. А что они хотят? Это не значит, что они лентяне, не хотят трудиться. Они хотят какого-то иного, более здорового, правильного, как мне считают, баланса между работой и жизнью. Между работой и семьей. Между работой и досугой. И да, и кстати, иди, а я не осуждаю ни в коей мере. Я наоборот считаю, что ну да, вот мы такие обреченные были трудоголики. Уже нас уже не исправишь, нас могила исправит, да. А, наверное, это, может, это и правильно. То есть можно об стену головой долбиться сутками и в итоге ничего. А можно взять, просто обойти эту стену и идти дальше. Да, вот у тебя есть работа, но у тебя есть и досуг полнокровный, да, ты еще чем-то там занимаешься. Ты реализуешься и там. У тебя есть друзья, у тебя есть семья, и они столь же важны, сколько работа. Мы к этому не привыкли, но кто тут прав? Ну, может, и они правы. Вадим Валерьевич, я подведу итоги голосования, все-таки 95% считают, что молодежь нынешняя это лентяи, которые ничего не хотят делать. Да ладно. Абаз Жума, Елена Рекелян, Вадим Радаев был в студии, первый проекта Высшей школы экономики. Спасибо большое вам за интересный разговор.